А весь день можешь так прыгать? Да! Движение «Жизнь» — это про него Лёшка в свои три уже понимает. Без зарядки и упражнений ему не поражите дня. Каждое утро они с мамой начинают с лечебной физкультуры. Иначе кинезиотерапии. Для больного муковисцидозом это просто необходимо. Благодаря таким движениям происходит дренаж мокроты в лёгких. Её становится легче вывести. Муковисцидоз — самое частое наследственное заболевание. Возникает из-за мутации одного единственного гена. Почти все Лёшкины органы работают неправильно. В организме вырабатывается слишком много секрета. Начинаются проблемы с дыхательной и желудочно-кишечной системой. Для таких больных любая простуда может стать смертельной. Четыре плюс... Ну, порядка 70 тысяч, 80 тысяч. В месяц нужно? Для того, чтобы... Чтобы ребёнок рос и полноценно развивался и получал адекватную терапию. Сегодня Елена спокойна за своего сына. В России детям препараты выдают бесплатно. Мальчик живёт полной жизнью. Но три года назад, когда Лёша только поставили диагноз, женщина была в панике. Я не знала даже такого слова. И не было человека рядом, который смог бы мне объяснить, что это за болезнь, что не всё так на самом деле трагично. На самом деле понять, что чувствуют больные муковисцидозом, совсем не сложно. Достаточно просто надеть противогаз и провести в нём несколько часов. С каждой минутой дышать всё сложнее. Наши герои живут так всю свою жизнь. Дело в том, что их лёгкие работают только на 25%. Мы обсудим многие вопросы, связанные с диагностикой лечения. Как и чем лечить в областной детской больнице научно-практическая конференция. Московские специалисты делятся опытом с саратовскими коллегами. Сегодня в России диагноз муковисцидозу более чем двух с половиной тысяч человек. Но реально цифра больше как минимум в три раза. Часто это заболевание путают с другими. Они нуждаются в особым таком наблюдении, чтобы был особый какой-то центр. Доктора, которые обучены этой проблеме, чтобы за ними наблюдали. Чтобы у них были койки, на которые всегда можно рассчитывать при ухудшении состояния, госпитализироваться, если что-то случится. Главная проблема у детей – правильно поставить диагноз и назначить лечение. У взрослых выжить вообще. Как только пациенту исполняется 18, выдача бесплатных лекарств прекращается. У них снимается инвалидность, у них снимается лекарственное обеспечение, и их перестают в большинстве случаев полноценно лечить. Эти дети – они полноправные члены общества. Они вырастают обычными людьми, которые в толпе не отлетишь от обычного человека. Им просто нужна поддержка со стороны государства. О них не нужно забывать. На прогулку даже при минус 20. Для лёжки свежий воздух также необходим, как зарядка и лекарства. До 18-летия ещё далеко, и мама надеется, что всё наладится. И что у её повзрослевшего сына не кончится лекарство. Правда, побороться им всё равно придётся. В России юношей больных муковисцидозом призывают в армию. Военные только разводят руками. Когда писали закон, никто не рассчитывал на то, что эти мальчишки доживут до 18 лет. Ольга Маркова, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова